Давайте представим нашего гостя, да, потому что потому что гость уже в студии Человек знает об вот этих понятиях которые мы говорим, теща, свекровь, невеста взять, все, ну и не только об этом Я представлю, Наталья Петровна Копцева заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения Сибирского Федерального Университета. Наталья Петровна, доброе утро Доброе утро. Здравствуйте. Мы специально взяли вот это полотно для того чтобы записывать вот такие разные понятия Мешанина происходит в головах непонятно, кто зять, кто свекор кто деверь, опять все время говорю не понимаю сама, вот уже надо с терминами разобраться, наконец-то спасибо вам, Наталья Петровна, что вы пришли потому что у меня бы взрыв был в голове. Давайте начнем самое с простого, теща, свекровь подождите, я хотела сказать со сватов кто-то между ними, сваты, кто-то друг к другу сваты, мы еще такого, или сваты правильно говорить, ни разу мы об этом не говорили. Родители жены и мужа по отношению друг к другу. То есть они друг друга называют. А, родители жены и родители мужа Да. Твои поехали к Лениным, например, домой в гости К сватам Поехали к сватам. Сваты родители жены и мужа по отношению друг к другу Да. Так, это выучили легко, будем скоро экзамен, потом Наталья Петровна будет экзамен принимать Теперь, значит, свекор, свекор Свекор А свекор это отец мужа Ну это легко, это я знаю. А можно я спрошу на мой взгляд, очень странное слово свекор, ни на что не похоже, на какую-то свеклу похоже больше. Правильно оно же не оттуда ведь идет Это очень старые слова они общие очень похожи по названию всех славянских народов и на самом-то деле вот эти все разные слова должны означать людей, с которыми нельзя вступать в брак Аааа Вот Да Это такие маркеры то есть это люди, на которых нельзя жениться или за которых нельзя выдавать замуж нашу невесту Ага, родня Это родня, с которой нельзя заключать брак Брак уже заключен, есть муж, есть жена и есть разные люди, которые обозначаются так, так, так и муж и жена понимают, что это уже все Так, ну, получается понятно, свекор, свекровь кто эти люди, родители, жениха Да Еще менее, на мой взгляд, благозвучно звучит теща Приятнее звучит А мне наоборот кажется У меня теща Это очень очень хорошо вы вот это вот улавливаете, да вот такие негативные оттенки потому что невесту или жениха мы берем не из своего рода а из чужого это люди нам чужие они не хорошие и вот эта вот чуждость зятя и тещи это предмет многих анекдотов но на самом деле издревле вот эта вот такая традиция не любить друг друга означает, что теща и зять демонстрируют всем, что на самом-то деле они чужие друг другу и что невесту мы выбрали правильно она из чужого рода теща не любит своего зятя зять не любит свою тещу они не свои они не свои мы взяли невесту правильно у нас будут хорошие здоровые дети Кровосмешения у нас не будет совершенно верно то есть все это так и должно быть да теща теща понятно мы определились, да? ну и теща это мама мама жены мама жены да 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 а дальше пошло вообще то что мы не знаем то что я точно не знаю какие вы термины можете нам дальше рассказать в качестве родни давайте братья, сестры деверь вот я где-то слышал деверь 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 это прекрасно это брат мужа Васiate у меня есть у меня есть у меня есть деверь это твоему мужу получается да это брат моего мужа то есть получается здесь вообще опасность опасность да совсем деверь вот есть заловка тоже нехорошее заловка она что-то хитрит Это может быть даже дама одного со мной возраста, это сестра мужа. Ну то есть... А, это вот, у меня есть сестра родная. А тут не слышится ли то, что... Она заловка для моей жены. Да, не слышится ли тут, кто главный? Заловка-то не такая важная получается. Она уйдет, она же тоже выйдет замуж, из этого дома она уйдет. Она заловка, вот такая временная... Вот она заловка, вот, что-то прячет. Временный родственник. Давайте мы меняем это все, я сохраню потом для экзамена. У нас есть Шурин. Шурин. Звучит, мне кажется, как Шурик. Это мне нравится. Шурин. Шурин, это брат жены. Брат жены... Брат... Так, то есть, смотря у кого брат, у кого сестра. А, получается, у моей жены есть брат, и я для него Шурин. Правильно, да, получается? Брат жены, да. У моей жены есть брат. Это он для вас. А, он для меня Шурин. Да. А наоборот? А наоборот девять. Или нет? Да, совершенно верно. То есть... А есть сестра жены. Да? Ага. Есть. Все сражены. Это своячница. Вот, свояч... Тут как-то хорошо звучит. Своя вот чиница. Ну нормально, своя. Свои люди. Чиница, да. Своячница, да. Ага. Своячница. А у нее есть муж. Да. Свояк. Свояк. Точно. Ну это проще всего, да. Своя сейчас свояк. И вот тут, Анталия Петровна, мы сталкиваемся с тем, что вот мы, например, с Валерой уже путаемся. Те, кто младше, они уже вообще вот эти слова впервые, возможно, видят сейчас. Почему так происходит, скажите, пожалуйста? Почему мы их забываем? Потому что это слова имеют смысл внутри большой традиционной семьи со многими поколениями, не меньше трех поколений, бабушки, дедушки, родители, дети четвертого поколения, внуки. И там вот внутри вот этой семьи есть очень четкая иерархия, где старшие управляют младшими, а младшие слушаются старших, где главное педагогическое требование слушайся старших, слушайся мать, слушайся отца, слушайся старшего брата и так далее. Внутри вот этой вот такой многопоколенной семьи вот возникают вот эти вот названия. Но это достаточно близкие нам люди, которые могут сохраняться и в современной семье, да, которая, может быть, уже не живет вот этими своими поколениями на одном дворе, в одной квартире, но, тем не менее, такие люди еще остаются, брат, жены, сестра. А есть какое-то слово, которое совсем ушло, которое может нас удивить? Ну, типа, деверя, ну, которому прям... Тоже, получается, какое-то понятие родительское. Есть, хорошее такое слово — дедичь. Кто? Дедичь. Пожалуйста. Это дедичь. Дедичь. Это какой-то наш родственник через деда. Мы с большим... Очень сложно выстраиваем какие-то родственные отношения, но он... Может быть, наши деды были братьями, может быть, они были двоями. А бабич в таком случае есть? Бабич? Бабич? Ну, если дедичь, то ему мог быть и бабич. Я думаю, дедичь. Если дедушки были... Дальний родственник по дедушке, да. А, дальний родственник по дедушке. Пожалуйста. Понятно. Итак, в нашей студии заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения Сибирского федерального университета Наталья Петровна Копцева. Да. Человек, который разбирается. Это гениально. Я не знаю, как это в жизни может пригодиться уже современному человеку. Очень даже и пригодится, если что. А нужно. А нужно это знать. Если у вас родня, как у меня, огромная. Я вот сейчас после нашего разговора пойду всех записывать в списке, кто кем является. Штудируй вообще, да. Да. В общем...